Роман Прокофьев, Стеллар, книга вторая, Трибут Активация «Ну, здравствуй, ангел!» Кровавая пелена, застилающая глаза, понемногу отступала. Я уже чётко различал стоящих передо мной людей. Двое, мужчина и женщина. Она, закутанная в потрёпанную синюю мантию, держала руку на холке здоровенного киберварга. «Вижу, ты меня слышишь», — удовлетворённо заметил враг. Я медленно шевельнул губами. Во рту скопился комок кровавой слюны. Всё тело зверски болело. Удары сердца гулко отдавались в висках. Падение с высоты не прошло безнаказанно. Похоже, мне здорово досталось. Насколько серьёзно, пока было непонятно. Мику молчала, и это настораживало. Интерфейс тоже пропал. Без него окружающий мир казался непривычно пустым и безликим. Человек в синей накидке куфе смотрел на меня, не отрывая глаз. Взгляд был пристальным и злым. От него пробирала ледяная дрожь. Я вспомнил, что видел его. На Воксе-бродяг. В группе, которая вела переговоры с Кресиным королём. Значит, это... «Он не похож на Ангела Айс», — сказала женщина. Голос был низким, хриплым, с тревожащими, рычащими нотками. «Это не он. Либо анимификация ещё в начальной стадии, но...» «Я просто пошутил», — отрывисто сказал мужчина. Ледяные пальцы вцепились в мой подбородок, поворачивая голову в разные стороны. «Это не может быть, Ангел. Я точно знаю. Что с энцефалограммой, Ивилл?» «Мой интерферометр не находит симбиотической активности. Магнитная аура и реакции стандартные. Мозг не изменён. Посторонних организмов и азурмутации в организме не обнаружено». «Странно», — словно про себя пробормотал враг, которого звали Айс. «Получается, либо он отключил кагитора и интерфейс, но это чистое самоубийство, либо он не Инг. Что скажешь? Я вообще не вижу следов геномодов. Низко, чуть раздражённо произнесла женщина. «Человек. Обычный человек. Или совершенно новое тело. Сам знаешь, до первой эволюции генные модификации малозаметны. Нужен полный анализ ДНК». «Одно из двух, да. Но не совсем обычный, киса». Перед моим лицом блеснуло лезвие фанга. Незнакомец спокойно держал клановый артефакт рукой, рассматривая гравировку на голубом металле. Затем он положил нож на стол рядом с криптором, карточкой и другими моими вещами. «Синяя сталь — знак Фенрира. Откуда здесь?» — задумчиво спросил он. «Айс, у него клановое клеймо волков. Их кинжал и криптор», — произнесла женщина. «Я еще не ослеп, Ивилл. Как видишь, я был прав. Он не ангел. Он вообще не из них». «Волчонок Фенрира. Генотип видно сразу». «Ммм...» «Ты чувствуешь, какой мощный источник? Люди еще рождаются с такими». «Метка города на морде, Айс. Прихвостяне семи городов. Как их там?» «Трибут. Болванка для суррогата-инкарнатора», — кивнул мужчина. «Теперь понятно, как он смог оживить Вингер. В Легионе обучают управлять бионическими кида...» «Как он оказался здесь? Это, наверное, интересная история. Эй, расскажешь нам?» Последняя фраза адресовалась мне. При взгляде на человека, которого называли Айс, тренькнул сигнализатор опасности. Его глаза не были человеческими. Они только казались ими. Я уже видел нечто подобное. Тьма таилась в глубине зрачков. Та самая субстанция, что преследовала меня в А-зоне, захватив тела двух убитых легионеров. Почудилось? Нет. «Ты... кто?» Вытолкнул я из себя хриплый, едва слышный шепот. «Я...» По голосу стало ясно, что незнакомец усмехнулся. «А меня много имен, мальчик. Называй меня Айсберг». «Айсберг?» Я вспомнил рассказы Тары, радиометку имплантатов и слова старого заклинателя. А сказал, «Айсберг давно мёртв». Значит, скорее всего, передо мной таинственный одержимый, стоявший за нападением конвоя на Форт Энджело. Стало быть, он не мёртв, как считают обитатели Энджело. «Значит, это и есть враг, из-за которого погибла Тара Джессика Ли и множество других хороших, настоящих людей». Жаркая удушающая волна гнева поднялась из глубины, затмевая все прочие чувства. Я выдохнул ему в лицо сгусток крови, изо всех сил напрягая мышцы и пытаясь разорвать путы. «Бесполезно». Тело лишь пронзило острая боль, заставившая стиснуть зубы. Оскал уклонился от плевка настолько молниеносно, что движение вышло смазанным. И в ответ тут же резко ударил меня, без замаха, но с такой силой, что показалось, будто мне вышибли внутренности. Мерзко хрустнули кости, тело скрутило пароксизмом невыносимой боли. Дёргаясь, я выгнулся в оковах, судорожно пытаясь вдохнуть выбитый воздух. «Эй, эй, ты сейчас убьёшь его!» — зашипела стоявшая за спиной Оскала женщина. «Какая разница? Он всё равно уже мёртв!» — прищурился Техномант. «Слишком много натворил этот мальчишка!» Я неожиданно ощутил исходящую от него ярость, холодную, как лёд, но от этого не менее пугающую. Но страха не было, лишь удовлетворение, что враг ошибся. Пошёл по ложному следу. «Они не распознали во мне инкарнатора, приняв за трибута с врождённым сильным источником?» «Хорошо. Очень хорошо. Только связанных можешь бить!» Я сплюнул кровью, снова поднял голову, встретившись взглядом с Техномантом. «Развяжи мне руки и поговорим!» «Как мужчины? Это может быть даже забавно!» — задумчиво пробормотал первый встреченный мною инкарнатор. Он вдруг хищно улыбнулся. «Ладно, заодно и проверим. Освободите его!» В помещении появились ещё люди. Меня вытащили наружу, повели куда-то, жёстко скрутив и взломав руки. Солнце ударило в глаза алыми лучами заката. Мы находились посреди стоянки бродяг. Множество машин, растянутых между ними палаток и тентов, и бородатых, смоглых и татуированных технокочевников. Мрачные они сидели у костров. Краем глаза я заметил раненых в окровавленных повязках, чадящую технику с оплавленными дырами в корпусе. Моя работа. Значит, последний полёт Ангела наверняка смешал планы врага. Они не сумели захватить форт, иначе допрос происходил бы где-нибудь возле статуи на центральной площади Энджело. «За нами сразу увязались любопытные. Меня тащили куда-то, пока мы не остановились возле большой бронемашины-бродяг, похожей на безумный сплав черепахи с шагающим танком. Наверху, над ржавыми пластинами брони, были укреплены несколько крестообразных перекладин, а на них распяты люди. Больше похожие на окровавленные багровые куски плоти, полностью лишённые кожи. И самое страшное, что они, судя по всему, были ещё живы. Жёсткие пальцы вывернули мою голову. «Видишь?» — прошептал Аскал. «Так здесь убивают врагов. Сначала накачивают нюхом до полной бесчувственности. Потом срезают кожу и прибивают к кресту. Через несколько часов человек начинает отходить от наркотика. Отпустите его!» Освобождённый я поднялся на ноги. Обвёл угрюмым взглядом начавшую собираться вокруг толпу бродяг. Я чуть прихрамывал. При резких движениях боль простреливала в позвоночник и отдавала под ребрами. Но руки и ноги слушались. С каждой секунды контроль над телом возвращался. «Значит, фатальных повреждений нет. Возможно, выручила первичное усиление скелета». Я размял затёкшее запястье, из-под лобья глядя на отошедшего инкарнатора. К моим ногам внезапно упал синий нож. «Но, давай, бери свой клык, щенок Фенрира!» Сказал одержимый, разводя руки. «Я безоружен. Покажи, чему вас учат в Легионе. Победишь меня, выживешь, проиграешь, окажешься там». Он кивнул на кресты с нанизанными людьми, похожими на кровоточащие бутоны. «Поединок? Хочешь устроить тигрище на потеху толпы?» «Отказываться бессмысленно. Нужно попробовать его убить». Шершавая рукоять клинка в ладони неожиданно придала энергии и сил. «Со мной синяя сталь. Она может уничтожить даже азур-существо. Шансы есть. Он не знает, на что я способен. На этом и попробуем сыграть. Имеется ещё и див, на крайний случай». То, что исход предрешён, стало ясно на 20-й секунде схватки. Я ошибался. Шансы были нулевыми. Никаких вариантов. Примерно столько же возможностей у щенка, выброшенного на арену, против матёрого боевого зверя.